К 35-му дню рождения с новыми достижениями. Сегодня журналисты познакомились с процессом добычи и переработки газа на одном из промыслов в компании «Газпром Добыча Уренгой». Отмечу, 22-я установка введена в строй совсем недавно. Ее особенность – максимально чистый процесс производства. Напомню, компания уделяет экологической эффективности оборудования особое внимание. Использование современных природоохранных технологий позволяет газовикам вдвое снизить нагрузку на окружающую среду. Как это работает, знает Наталья Худяева. Путешествие по уникальному уренгойскому нефтегазоконденсатному месторождению стартовало с технологического корпуса. Здесь располагается цех подготовки газа и конденсата. Он снабжен всей системой автоматизации, как технологической, так и аварийной. Еще на стадии разработки проекта в него были внесены все нормы, предусмотренные в разрезе экологической безопасности. Во-первых, это герметичная система сбора. То есть, начиная от скважины и заканчивая до МПК, ну, межпромысловых коллекторов, что по газу, что по конденсату, вся система герметична. То есть, никаких выбросов нет. Ничто не заканчивается просто так, никуда не выливается. Все, допустим, ингибитор гидратообразования, который мы используем, метанол, то есть, который он отбивается вот в этих сепараторах, он дальше идет в парк и обратно подается на технологию. Тем самым мы снижаем подачу, ну, применение большего количества этого метанола. И этим же, как бы, мы решаем экологическую задачу. То есть, мы его не закачиваем в пласт, не загрязняем окружающую среду, а мы его используем. Ну, процесс постоянно, непрерывно, он циркулирует у нас. Немало внимания компания уделяет снижению потребления воды, а также ее повторному использованию. Производственный объект оснащен самым новейшим и высокотехнологичным оборудованием. Газовики гордятся своей современной системой очистки и утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Ее технологии включают в себя несколько этапов. Пройдя предварительно механическую и глубокую биологическую очистку, вода попадает в солярий ультрафиолетового обеззараживания. При этом они используют установки нового поколения – Йорж. Эксплуатации очмовских отложений давление потихонечку падает, мы закачиваем туда воду, тем самым поддерживаем пластовое давление. В процессе очистки сточные воды очищаются процентов где-то на 70-80. То есть, грубо говоря, мы туда закачиваем достаточно качественно очищенную воду. Компрессорные станции позволяют снижать потери сжигаемого на факелах газа почти на миллиард кубометров в год, а также сокращают выбросы в атмосферу основных загрязняющих веществ. Производство нефти стало практически безотходным. Такой результат газодобытчиков только радует. Выброс вредных и загрязняющих веществ в атмосферный воздух – это парниковые газы, это сажа, бензопирен, оксиды азота. Примерно оценочно до 160 тысяч тонн в годовом выражении выбрасывалось вот этих веществ в атмосферу. А теперь все это? Естественно, это на порядке снижено. Специалисты передвижной экологической лаборатории держат руку на пульсе природы. За два года работы они провели более 800 замеров по 9 показателям. Здесь мы проводим измерения вредных веществ в атмосферном воздухе. В частности, ставим уже промысла 22-го. И проводим на границе санитарной защитной зоны этого промысла. По показателям, которые мы сейчас проводим, можно увидеть, что отсутствуют вредные выбросы практически. К слову, экологическая обстановка на промыслах заметно лучше, чем в самом городе. Когда мы были на промыслах, показания показывали на ли. Сейчас мы находимся в городе, и, как видно из приборов, что содержание веществ уже показывает далеко не на ли. То есть, об этом можно сказать, что ситуация экологическая на промысле гораздо лучше, чем ситуация в городе. Добыча газа и нефти – работа сложная, но еще труднее сохранить тот баланс, который не позволит причинить вред окружающей среде. У компании «Газпромдобыча Уренго» для сохранения природного равновесия есть все необходимое. Наталья Худяева, Роман Чернов, Служба новостей «Импульс». «Импульс» «Импульс»